Количество смертей на производстве в стране за 2018 год перевалило за сотню. Только в Могилевской области эта печальная цифра 21. Если сравнивать с 2017, то разница чувствуется существенная. В прошлом на 8 больше. Сегодня прививку от болезни 21 века производственного травматизма обсудили на 5-й республиканской научно-практической конференции. И это по-прежнему профилактика. Актуальность темы поддержал и заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Игорь Старовойтов. В этом году, в принципе, пока идет небольшое снижение. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится в области. Но еще год не закончился, поэтому, конечно, усилий не надо никаким образом. Они должны ослабнуть, но необходимо очень внимательно по этой теме работать, для того, чтобы все-таки не повторить опыт 2018 года. На двухдневный семинар съехались около 150 человек. Это представители различных предприятий. В основном специалисты по охране труда и главные инженеры по технике безопасности. Стоит отметить, что острый вопрос обсуждался 4 месяца назад и на заседании Президиума Совета Министров. Сейчас же нужно сделать работу над ошибками и донести на местах. Приходя на работу, важно помнить, вернуться домой каждый должен живым и невредимым. Сегодняшний семинар будет максимально приближен к практике. Почему? Собраны специалисты по охране труда. Цель – обсудить, какие конкретные еще практические меры могут быть реализованы в каждой конкретной организации или в стране в целом, для того, чтобы не допустить в дальнейшем роста производственного травматизма. Каски и наушники, очки и перчатки, респираторы и беруши. На конференции также представили и мини-экспозицию спецодежды. Помимо популярных средств презентовали и новинки. Одна из них – защитные чулки в обувь, пошитые из пилоостанавливающего материала, который при попадании цепи блокирует механизм изнутри. Особо востребованы они у вальщиков леса. Во время несчастного случая страдает сапог, а нога нет. Плюс у нас появилась новинка – это одежда для сварщиков. Вот костюмы из стопроцентного хлопка с пропиткой пробан. Данное изделие защищают сварщиков от искры, брызг расплавленного металла. Это производится в трех видах степени защиты. Первый, второй, третий класс. Сразу после завершения семинара представители организации ознакомились с производственным потенциалом города. Завтра конференция продолжится. На повестке дня – новшество в законе об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, круглый стол и подведение итогов. Мария Бересневич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.